Всем привет на моем канале. Сегодня мы разберем такой вопрос как инсулиновая помпа Metronic 770G или 780G. Стоит ли ее вообще брать? О чем эта помпа? И можно ее ставить детям? Поехали. Начну с того, что я сейчас использую помпу от Metronic 715. До этого я пользовалась помпой 670G и хочу сказать, что все равно в этой помпе нужно было вносить свои коррективы для того, чтобы достигнуть тех целевых значений сахара, которые мне необходимы. И поэтому в этом ролике я расскажу вам про сравнение двух помп 670G и 770G, либо 780G. Для начала хотелось бы сказать, что эти помпы одинаковые, просто для Европы помпы 780G идет, а для США 770G. И разница у них состоит в том, что для Европы идут в миллимолях помпы, а для США идут в миллиграммах. По сравнению с помпой 670G, 780G помпа имеет закрытый цикл, то есть она может и контролировать ваш сахар, и останавливать подачу перед низким сахаром, и докалывать, если же он поднимается. 670G помпа была более простая в своем использовании, то есть она могла только останавливать при низком сахаре и регулировать базальный режим, но не сбивать большие сахары. Еще значительное отличие является то, что сам трансмиттер Guardian, он другой. В Метронике 670 идет трансмиттер Guardian, который связывается по радиочастотам, а в новой помпе 770 он и связывается по Bluetooth, и он вот так вот выглядит, вы можете его увидеть. То есть если вы будете переходить на вот эту помпу с других моделей, то и вам необходимо будет приобрести вот этот трансмиттер, потому что без трансмиттера и сенсора помпу вот эту нет смысла покупать, потому как она не будет исполнять все свои крутые функции. Сенсор, кстати, выглядит так же само, как и предыдущие модели Guardian, Guardian 3, вот так. Также есть возможность подключиться помпой к телефону и своим трансмиттером телефона для того, чтобы видеть все свои значения сахара, а также график и те болюсы, которые вносила помпа, но, к сожалению, это работает не со всеми телефонами, а только с айфонами от седьмого айфона и выше. Сейчас Medtronic пообещал, кстати, этот бах исправить и добавить еще некоторые модели телефонов, но пока мы ждем. Кстати, Medtronic не оправдал мои ожидания по докалибровок и их количество в помпах. Он обещал уже в этой помпе исправить эту всю ситуацию и сделать трансмиттер и сенсор, которые не нужно будет никогда калибровать, но почему-то Medtronic только пообещал. Помню, что если в помпах Medtronic переставать калибровать сенсор, то график на вашей помпе сахара просто пропадает, а на 670 помпе просто выходит из режима автомод, то есть режим, который она вносит свои изменения, то есть становится обычной помпой, которая просто вводит инсулин согласно тем настроек, которые вы настроили, а не вносит свои коррективы и не регулирует базу и ни в коем случае не остановит на перед низким сахаром. В первый день установки сенсора калибровки может быть 4, в помпе 780, а все последующие дни должно быть каждые 12 часов, то есть два раза в сутки. Сенсор рассчитан на 7 дней, в помпе 670, нет закономерности калибровок, но это в первый день, но также и может быть другие дни, так как помпа может запросить какие-то калибровки, потому что она с чем-то не согласна и может сомневаться в правильности сенсора. Кстати, помпа не знает о том, что вы можете ночью спать и тоже запросить калибровку, а потом на утро вы можете не увидеть свой график сахара и помпа вообще вышла из режима автоматического управления вашим сахаром. В помпе 670 использовался глюкометр Contour Next Link 2.4, а в этой новой помпе 780 используется AcuCheck Guide Bluetooth, он выглядит вот так. Кстати, глюкометр Contour Next Link 2.4 он подключался к помпе по радиочастотам, AcuCheck подключается по Bluetooth, но с Contour Next Link 2.4 можно было удаленно на помпе посылать болюсы. Ну и также можно отправлять для калибровки свой уровень сахара на помпу, либо же для болюса на еду. Также к глюкометру AcuCheck Guide есть специальное приложение на телефон, вы тоже можете завести там график сахара, дневник сахара, что вы кушаете и так далее. Это, я думаю, очень прикольно. Ну в чем же новинка помпы 780, она не просто останавливает перед низким сахаром и не просто регулирует ваш базальный режим, а еще и будет сбивать микроболюсами ваш рост сахара, который может происходить не понявным причинам, либо же, например, остатки ваших белков, жиров, которые расщепляются чуть-чуть позже, чем действие инсулина. А еще она автоматически вычисляет количество инсулина, которое нужно вам на коррекцию сахара и также сам базальный режим. Вам необходимо будет только вносить ваши углеводы и, собственно, все. А, кстати, не забывайте еще про калибровки. Калибровки никто не отменял. Но все-таки, как же помпа догадается, что вам нужно именно столько-то инсулина и как она все это узнает, вам нужно будет перед входом в этот специальный режим, вам нужно будет подождать 48 часов и внести свои первоначальные данные, то есть ваши коэффициенты на снижение сахара, сколько одна единица инсулина усваивает миллимоль глюкозы, так же самое, сколько грамм углеводов усваивает одна единица инсулина и ваш базальный режим. И уже спустя 48 часов вы можете жить на автоматической вот этой системе по типу замкнутой петли, но не забывайте, что обязательно для работы этой системы необходим мониторинг и также не забывайте проверять о том, правильно ли показывать этот мониторинг. Мы будем надеяться, что медтроники все-таки немного подкорректировали эти сенсоры, эти трансмиттеры и они сейчас работают еще лучше, чем до этого. А есть ли какие-то внешние отличия у помп 670 и 780? Ну, я бы сказала, что они вообще одинаковые на вид, одинаковые по размеру, но на 780 помпе есть кнопочка, она с другой белой наклеечкой. Собственно, вот так вот можно, в принципе, посмотреть на помпу и уже определить ее модель. Я думаю, что все сейчас в современном мире пользуются мониторингами, ну не все, но большинство людей. И для того, чтобы понять, правильно ли вы контролируете свой диабет, вы должны знать, что такое тир. Тир это time in range, то есть сколько времени вы проводите в целевом диапазоне. Кстати, этот показатель можно найти в каждом современном сенсоре, который вы используете, будь это ли на телефоне, будь это ли в самом ридере, даже можно на предыдущих моделях помпы это найти. Я, кстати, интересовалась у одной девушки, которая мама ребенка, которая носит 780 помпу, какой же показатель тир у них. И вот посмотрите на результат. В принципе, результат вообще отличный. Я очень довольна тем, что эта помпа все-таки во многом справляется с сахаром, что, в принципе, облегчает жизнь диабетику. Не нужно думать и рассчитывать дозу, сколько тебе уколоть, и сколько же уколоть так, чтобы не случилось после этого гипогликемия. Это очень спасает. И я надеюсь, что в будущем будут такие помпы, которые помогут нам не учитывать количество углеводов вообще и избавиться от вот этих всех надоедливых нам обязательств, и которые будут просто регулировать сахар и давать нам спокойно жить и спать. Сейчас для детей используют помпы в любом возрасте. Это не является ограничением для помпотерапии. Можно установить в любом возрасте. То есть самое главное, чтобы были возможности в финансовом плане ее финансировать каждый месяц. Это сенсоры, это расходники. Для ребенка же это будет намного проще. Количество уколов, которые вы можете сократить, вы сокращаете до 1 в 3 дня. И также все помпы имеют очень малый шаг, что является плюсом по сравнению с ручками. Еще, кстати, отличие 780-й помпы от 640-й в том, что на графике у нее отсутствует количество инсулина, которое она вводит микроболюсами. То есть на 670-й помпе это было все видно. Но сейчас вы можете посмотреть. Смотрите, здесь не подписано. Здесь есть в виде графика столбики. Это подача идет инсулина. Но сколько там, к сожалению, неизвестно. В 670-й можно было посмотреть каждую подачу инсулина, сколько там шло. Еще классная помпа 780 тем, что ей можно задать целевой сахар, который вы хотите. То есть это одно значение сахара. Да, допустим, если у вас есть какие-то осложнения и вам нельзя иметь низкий сахар, то вы можете ввести одно значение, например, это будет 8. И помпа будет всегда стремиться к такому сахару. В 670-й помпе нельзя было ввести целевое значение, но помпа автоматически имела заданное такое целевое значение. Это было 8, даже 8,5. А есть ли минусы у 780-й помпы? К сожалению, есть один минус. Если вы занимаетесь активно спортом, то помпу лучше всего эту снимать. Либо подъедать заранее 15-20 грамм углеводов, чтобы не упасть в гиппу. Для меня это, конечно же, является минусом. Кстати, расходники подходят те же самые, что и для всех предыдущих помп Метроник. За исключением того, что глюкометр и трансмиттер вам нужно будет купить новые. Все остальные расходники подходят так же само. Все трубки и все резервуары. И даже сенсоры. Если честно, то я цены на эту помпу 780 не знаю. Потому как она только что вышла вообще в продажу. И только пару недель назад люди по страховке смогли получить эту помпу. Советую ли я эту помпу? Мой ответ неоднозначен. Так как я привыкла вообще делать болюсы с телефона. Забывать про все калибровки. Я калибрую декском туда, когда мне удобно. И я это смогла сравнить. Так как я носила 670-ю помпу. Так как у меня был минилинг и старые помпы 530 и так далее. Я считаю, что это намного удобней. И мне очень удобно то, что я смотрю свои графики сахара красивые на телефоне. И моя замкнутая петля с этим всем справляется. В принципе, если Метроник допилит хорошо тему сенсорами. И доделает еще туда режим спорта. И, кстати, Метроник обещал сделать такую помпу, которой не нужно будет вводить углеводы, которые ты съедаешь. Я, в принципе, согласна такую помпу взять и потестить. Ну, а пока, я думаю, в ближайшие лет 5 такая помпа точно не будет. Потому как Метроникам очень сложно почему-то отказаться от вещей в калибровах. К сожалению, не знаю, почему такая причина. Но я бы хотела, чтобы вскоре их вообще как-то убрали. Ну, не каменный век. Я еще до конца не понимаю, как эта вся система будет работать. Если не нужно будет учитывать те углеводы, которые вы едите. Просто нужно будет как-то говорить своей помпе, что ты кушать будешь. Но, надеюсь, это будет доступно в скором времени. Чтобы совсем перестать заморачиваться с калибровками и спокойно жить. Всем хороших сахаров. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok